кошелек или жизнь гаи бобруйска проверила водителей на нарушения кто-то вы без права у меня кто попал в блэк-лист правоохранителей больше 300 градусов в бобруйском районе горела баня работниками мчс спасенный дом и блок хоз построек в чем причина турист вне закона россиянин пытался вывести скот из беларуси транспортировался с целью дальнейшей перепродажи во сколько обошлись сувениры горе от алкоголя в кличевском районе водитель не справился с управлением чем обернулась нетрезвая поездка это сирена громкие чипы за неделю страшная правда и жизни города мы уложимся ровно в 10 минут засекайте осознанно сесть за руль в бобруйский гаи провела масштабную акцию фильтр самые частые нарушения просроченные права отсутствие детского кресла и тихосмотра особое внимание нетрезвым за рулем с начала года в городе к ответственности привлечены почти 280 человек карина гуревич продолжит тему разок нарушу никто не узнает такая политика приводит к штрафам лишением и что куда хуже к авариям и жертвам утро понедельника на георгиевском проспекте шумно госавтоинспекция тормозит бобруйских автолюбителей простая проверка документов законопослушным переживать не о чем но без нарушителей не обходится права этого водителя давно просрочены уверяет сел за руль только чтобы перегнать железного коня и сразу же собирался поменять удостоверение сколько вы уже за рулем не сидели до почти год он же уже привлекали или месяца кто-то вы без права знал я знаете что теперь предусмотрено заданное правонарушение административный арест штраф от 20 базовых до 50 автомобиль на охраняемую стоянку помещается до суда согласно закону просроченные права приравниваются к их отсутствию за этим нужно следить и решать вопрос вовремя не менее важная тема детские кресла если родитель не заботится о безопасности собственного чада тогда кто тем более что штрафы за нарушение не маленькие на первый раз 128 рублей за повторное до 256 а это средняя цена устройства в магазине бустеры для ребенка постарше и вовсе обойдутся значительно дешевле почему кресел нет машины потому что моя машина сломалась сегодня взял другую машину к сожалению не переложил и вроде бы все все понимают но продолжают пренебрегать пдд и обязанностями родителя однако в этой акции основной акцент был сделан на нетрезвых водителей за время фильтра таких нарушителей не было но это не значит что их нет вовсе правило в том чтобы следовать правилам правило в том чтобы их нарушать только за выходные в области задержаны 16 нетрезвых водителей может показаться что это немного но каждый из них смертельно опасен водитель который сел за руль в нетрезвом виде враг себе и людям вокруг на сегодня максимальное наказание которое грозит за такое нарушение штраф 200 базовых и лишение прав на пять лет ежедневно на дорогах страны задерживают любителей сесть за руль после очередной рюмки печальный пример в субботу в бобруйске 17-летний парень не справился с управлением пьяный бесправник при повороте налево вылетел за пределы дороги и врезался в опору лэб в результате пострадал пассажир с начала года за управление транспортными средствами состоянии алкогольного опьянения было отстранено 279 человек за управление транспортными средствами лицами не имеющим права управления 648 не просто так автомобиль считают средством повышенной опасности но все же машина это лишь орудие ответственность лежит на человеке именно от него во многом зависит будет ли дорога безопасной и дело тут уже не в деньгах платить за нарушение иногда приходится жизнью карина гуревич максим галеонка сирена не уберегли в бобруйске горел частный дом очаг пожара жилище по улице первого мая сообщение спасателям поступило вечером 8 сентября внутри никого не было как итог закопчены стены и потолок повреждено имущество предполагаемая причина нарушение правил эксплуатации печей спустя несколько дней чп произошло и на поселковой горел сарай огнеборцы быстро ликвидировали пламя и смогли уберечь трехоз постройки которые находились рядом одна из версий неосторожное курение разгорелись не на шутку в бобруйском районе за неделю произошло три пожара первое чп случилось в садовом товариществе ландыш и горела дача к счастью пострадавших нет на следующий день загорелась баня в деревне черница сообщение спасателям поступило от очевидцев в субботу вечером предположительной причиной стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования чердачном помещении повреждено четыре квадратных метра обрешетки также повреждены перекрытия стены бани работниками мчс спасенный дом и блок хозпостроек в этот же вечер полыхал жилой дом в деревне панкратович и здесь практически полностью сгорела крыша и предметы интерьера сильно пострадал и сарай известно в жилище не был установлен пожарный извещатель живой груз в кировском районе задержали россиянина который незаконно перевозил скот правоохранители остановили авто в полуприцепе обнаружили 30 бычков стоимостью около 65 тысяч рублей документы на них у водителя отсутствовали выяснилось животные были закуплены в копыле транспортировался с целью дальнейшей перепродажи автомобиль с грузом задержан по данному факту проводится проверка правоохранители постоянно проводят рейды на объектах агропромышленных комплексов выявляют кражи и несоответствия без зазрения совести бобруйчанин украл у приятеля крупную сумму денег милицу обратилась 50-летняя местная жительница из ее квартиры пропали все сбережения как оказалось преступление совершил 34-летний неработающий и неоднократно судимый за кражи мужчина выяснилось что молодой человек встретил супруга заявительности который находился в состоянии алкогольного опьянения и проводил его домой гость воспользовался ситуацией что хозяин квартиры потерял бдительность открыто совершил кражу денег преступник задержан в отношении него возбуждено уголовное дело алкогольное потрясение в кировском районе нетрезвый водитель вылетел на обочину 12 сентября около полуночи 55-летний минчанин не справился с управлением на закруглении дороги в результате автомобиль съехал в кювет и опрокинулся 46-летний пассажир с травмами госпитализирован а вот машина вряд ли еще когда-нибудь поедет медицинское свидетельствование к слову показала водитель был пьян в кировском районе правоохранителями изъято очередное окрашенное топливо житель одной из деревень хранил в сарае около 100 литров горюче-смазочных материалов установлено 51-летний мужчина приобрел дистоплива несколько месяцев назад для личного пользования найдены изъяты в отношении хозяина домовладения составлен административный протокол прокатился с ветерком бобручанин прямо из-под носа увел горный велосипед 36-летний мужчина проник в одно из общежитий по интернациональной ночью из двух десятков велосипедов ему приглянулся горник стоимостью 720 рублей сбив замок вор выкатил двухколесный транспорт на улицу и отправился с ним к сожительнице любителя покататься на халяву вычислили по горячим следам благодаря камерам видеонаблюдения возбуждено уголовное дело за плечами у мужчины к слову уже несколько судимостей нарушителю грозит до трех лет лишения свободы это была сирена ну а больше новостей ищите на нашем канале в youtube и соцсетях я кристина арианс увидимся через неделю